Если авангардную живопись вывести в объем, то получится как раз архитектура конструктивизма. Так что эти постройки, в общем, прямые потомки картин Малевича. Геометрические фигуры, строгие линии. Такие здания были нужны людям, которые много работают, быстро двигаются и мало отдыхают. Это, пожалуй, самая честная что ли архитектура. Это действительно без всяких приукрас, без декора, функции плюс конструкции. Здания из стекла и бетона возводили в 30-е годы по всему миру. Кстати, эта выставка – международный проект. В нем приняли участие Рим, Берлин, Москва, Челябинск, Магнитогорск и еще ряд российских городов. В столице Южного Урала памятником конструктивизму является целый жилой район. На ЧТЗ возле Комсомольской площади дворец культуры, училище и даже местная баня. Все это, по сути, уникальные исторические объекты. Правда, мало кто об этом знает. Реконструкция не ведется должным образом. Во многих домах еще сохранились стеклопакеты с самой постройки. Конечно же, должен сохраняться стиль. Потому что в настоящее время сохраняется только общая геометрия зданий. И то частично, как, например, ПТУ в нашем городе Челябинске, когда треть здания полностью перестроена. Однако строгие формы и функциональное назначение не теряются даже за современными фасадами. Кто-то называет такой стиль слишком скучным. Однако дизайнеры уверены, такая архитектура, как черный квадрат, никогда не станет старомодной. Есть даже такой термин – эстетика прямого угла. Ее уникальность в том, что идеи не устаревают. И сегодня переводят в том числе проекты советских конструктивистов, европейских функционалистов, 20-х, начало 30-х годов, в 3D-графику. И в результате они приобретают удивительный совершенно образ абсолютно современной архитектуры. Кстати, первопроходцами в мировом конструктивизме были как раз российские архитекторы. Именно по их проектам в Америке возводили первые небоскребы.